Утро от первого, мы на месте. Ты на заработок, ущерб от усколок, Уэлсен. Узов принято, уезжаем. Сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали молодого человека, который подозревается в автомобильных кражах. Юноша, воспользовавшись тем, что владельцы автомашин совершали намаз в мечети, расположенной на площади Ордабасы, вскрывал автомобиль и похищал ценные вещи. Его действия зарегистрировали камеры видеонаблюдения, что впоследствии помогло задержать подозреваемого. Впрочем, сам задержанный этот факт отрицает. Я ничего не вскрывал и не воровал. Такого ничего не было. Впрочем, полицейские уверены, что смогут доказать причастность молодого человека к кражам. Весь процесс снят на камере уличного видеонаблюдения. Сейчас полицейские решают вопрос возбуждения уголовного дела. А сотрудники Каратаусского РУВД продолжают акцию «Безопасный город». В ходе мероприятия они пресекли нарушения принципов нулевой терпимости, которые совершали горожане. К ним относятся загрязнение улиц, появление в нетрезвом состоянии, в местах общего пользования и ряд других нарушений общественного порядка. За несколько дней рейда полицейские привлекли к административной ответственности более 400 горожан. За время проведения мероприятия мы привлекли 427 человек к ответственности. В частности, им выписаны штрафы за нарушение 434-й статьи административного кодекса, то есть за засорение парка Фиоли и за другие мелкие хулиганства. Сейчас на нарушителей общественного порядка полицейские готовят материалы для передачи в суд. Особое внимание полицейские уделили горожанам, распивавшим спиртное в общественных местах и выбрасывавшим окурки мимо урн. «Мы наложили административные взыскания по статье 444-й на 39 жителей Шимкента. Они распивали спиртное в парках, зонах отдыха горожан и других местах общественного пользования. А также по 441-й статье за курение в запрещенных местах мы привлекли к административной ответственности 120 человек». А сотрудники Альфа-Арабийского РУВД в ходе ночного рейда обнаружили несколько несовершеннолетних детей, находившихся на улице в позднее время. Дети объяснили полицейским, что возвращаются домой в сопровождении взрослых. Родственникам детей, которые вскоре подошли, сотрудники полиции напомнили о правилах пребывания несовершеннолетних детей на улице в позднее время. Родственники Альфа-Арабийского РУВД в ходе ночного рейда «Альфа-Арабийского РУВД в ходе ночного рейда» Вечером примерно в 7 часов дорожно-транспортное происшествие произошло на углу улицы Мадылих, Вожаях, Панбатыра. Столкнулись автомашины «Ауди-80» и «Опель-Вектра». В результате столкновения травму получил один человек. Ему помощь оказали врачи скорой медицинской помощи. Кто виновен в аварии и возместит материальный урон и ущерб здоровью, сейчас выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции.